Добрейше тебе время суток. Сегодня поговорим с тобой про ФПГ, как они убивают целые монеты, целые алгоритмы, да, и вообще, что происходит, и что такое ФПГ. Значит, ФПГ это такие видеокарты, которые майнят просто, ну, по-сумасшедшему, да, чтобы ты понимал, допустим, смотри, 1080i на том же Lira 2Z майнит 6 мегахэш, эти майнят, видишь, по 60 мегахэш, сейчас я язык переключу, а тут непонятно, вот, по 60 мегахэш с карты, то есть одна ФПГ заменяет 1080i, то есть это очень серьезные карты. Сколько они стоят? Есть самые разные карты в районе 4 тысяч долларов, это попроще, да, то есть не самые разные, в принципе, вот две модели сейчас в данный момент продажи есть, да, и есть за 5750 долларов. Теперь разберемся, сколько они майнят и как они убивают целые алгоритмы. Смотри, вот она вот это 1525, а вот она целая P13. Предположим, сейчас всеми любимая монета ворона, Ravecoin, да, думаешь, нет там ФПГ, вот смотри, она майнит 325 мегахэш, 1525 версия, либо ЦВП13 майнит 500 мегахэш на Рэйвене, на Вороне. И смотри, чего по итогу получается за счет того, что вот эти ФПГшники получают, грубо говоря, там в одну харю, там покупают по 6 карт, имеют по 4000 мегахэш, да, с 6 карт, сколько, 6,5, 3, 3000 мегахэш имеют, огромное количество монет получают, закидывают их на биржу, вследствие чего на бирже у нас цену имеем, смотри, приблизительно 1 цент. 1 цент, а если смотреть по графику, за 3 месяца настроить, то имеем постоянное падение. Падение за счет того, что единичные игроки, грубо говоря, киты, да, на этих монетах, которые имеют ФПГ, продают их по любым ценам, им все равно выгодно. А что делать на этом алгоритме тем, у кого видеокарты? Да по большому счету ничего. Будет ли памп, не будет, я не знаю. Ворон такая монета, сам знаешь, да, она может и пампануть, но факт в том, что те, кто на видеокартах, имеют здесь в 2 раза меньше срига шестикарточного, чем человек, который в 3 раза меньше даже, да, чем человек, который имеет одну такую ФПГшечку. И так далее, так по всем алгоритмам. Смотри, помнишь, когда вышел ASIC Z9 mini под Equihash, под Zcash и Zcash подобные. Были форки в тот момент, Bitcoin Gold ушел на Zcash, соответственно, Snow Jam ушел на Equihash, Minox монета ушла на Equihash 96,5 и так далее. Aion ушел, все они ушли. Теперь смотри, что с этими монетами. Вот он график Bitcoin Gold. Сейчас он стоит 11 долларов 87 центов. Это туда ФПГ пришли, обрати внимание. Вот, ты видишь, да, вот здесь смотри. Вот. ФПГ имеет там, соответственно, 900 кэш и при этом имеет в районе 9 долларов. Теперь смотри, когда туда пришли ФПГ, опять же ставим за 3 месяца график, смотри, как монетка полетела вниз. Монетка полетела вниз. Дальше. Вот он Minox тоже, смотри. Вот пришли ФПГ, вот монетка полетела вниз. Потому что огромное предложение на рынке и не успевает рынок переваривать. То же самое монеты, что это? Ну вот Bitcoin, например, да, тоже ФПГ пришли, тоже все упало вниз. Смотри дальше. Монетка SEDA. Монетка SEDA. 14 долларов дохода на CV13. Что имеем по монете? А все то же самое имеем за счет того, что ФПГ пришли. Постепенное уничтожение данной монеты. То есть, в принципе, вот эти все алгоритмы, которые вот здесь есть, да, они уже все перевариваются в ФПГ. Некоторые, вот как Lira 2Z, уже полностью, соответственно, убиты в ФПГ. Часть монет, огромное им, как говорится, уважение, ушли с этого алгоритма. Часть осталось их там дожевывают. Но, по сути, алгоритм уже, в принципе, мертв. Здесь разумный вопрос, что делать монетам, как им спастись вообще от ФПГ. Им единственный вариант остается, это хардфорк. То есть, они перейдут на хардфорк, и как бы ФПГ не знает этот алгоритм, и не сможет как бы их копать. Но, смотри, самое главное, сейчас я на русский язык переведу. Это не спасет ни одну монету и ни один алгоритм. Почему? Потому что, смотри, ФПГ работает по такому принципу. Вот они, эти видеокарты. На них настраиваются определенные прошивки, которые при помощи этих прошивок начинают майниться новый алгоритм. Смотри, они так и пишут. Другие алгоритмы были отложены в пользу более прибыльных. То есть, более прибыльные это вот эти, понимаешь, на данный момент. Текущие алгоритмы, которые приостановлены для разработки, включают в себя Scane, XDAQ, Amaveo, Valcus, Zen Protocol и другие. Мы можем закончить в любой момент эти реализации позже, если рыночные условия благоприятны этим монетам. То есть, они так и говорят, что, пожалуйста, делайте кардфорты, но мы в любой момент, если нам надо будет, если это будет выгода на бирже, в первую очередь, вот здесь, то мы в любой момент подстроимся под любой алгоритм. Нам типа пофигу. Но это же не ASIC, понимаешь? Это видеокарты. То есть, они решили основную проблему ASIC. Единственная здесь проблема в том, что они пока тяжело доступны. То есть, видишь, 4 тысячи долларов, не каждый. Я, например, не могу себе позволить такие деньги. ASIC там за 6 тысяч рублей, пожалуйста, не вопрос, я буду куплю. Да, бушный какой-нибудь, ты понял? Типа Е9, как я сегодня купил. А вот такую штуку за 4 тысячи баксов не могу себе позволить. К чему это нас приведет? Приведет это к следующему, что будут все больше и больше выходить вот такие штуки на замену видеокартам. Они изучат все 200 алгоритмов и еще те 50, которые появятся за этот год. И, по большому счету, через 2-3 года практически видюшки отойдут. Останутся только ASIC под SHA-256, как я думаю. И вот такие вот штукинцы, вот такие вот видеокарты. И это вот, с моей точки зрения, это вот обозримое будущее, понимаешь? И как бы вариантов тут особо нету, чтобы, как говорится, спастись. Поэтому, в принципе, я тебе сегодня рассказал алгоритмы, которые пострадали от ФПГ. Да, да, кстати, здесь еще был алгоритм криптонайт, утром был. Сейчас, не знаю, куда-то пропал, очень странно, да? Но тоже он есть. А я тебя прошу, если ты знаешь еще какие-то алгоритмы, пиши, пожалуйста, под этим роликом. Мне тоже интересно, я сейчас внимательно эту тему изучаю. А на сегодня у меня все. Подписывайся в Instagram, Telegram, на YouTube. Всего доброго. Пока-пока.